Пусть очистится омрачение тела, речи и ума всех существ. Из драгоценных вас, наполненных благоуханной водой, я омываю сугат и бодхисат. Под звуки музыки цимбал и песнопений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я обтираю их тела. Я подношу им наилучшие, надушенные, красиво окрашенные одеяния. Я украшаю благородного Саманта Бадру, Манджуши, Авалакитешвару и других тканями тончайшими и мягкими и сотнями наилучших украшений. Подобно тому, как полируют чистейшее золото, я умасчиваю наилучшими благовониями, чей аромат наполняет миллиарды миров. Лучезарные тела всех будд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Восхваление из украшения Сутер Страница шестьдесят два Восхваление из украшения сутра, страница 62. Кланяюсь тому, кто исполнен любви ко всем существам, кто желает, чтобы они были счастливы, свободны от страданий, и всегда обладали радостью, тому, кто мыслит о благе и счастье для всех. Шакьямуни, ты свободен от всех омрачений. Ты приводишь в восхищение все миры. Твоя мудрость охватывает все, что познаваемо. Кланяюсь тому, чей ум освобожден. Ты устраняешь все до единой клеши каждого живого существа. Ты разрушаешь клеши, но милосерден к тем, кто ими омрачен. Я кланяюсь тебе. Спонтанно присутствующий. Ты лишен привязанности и не ведаешь преград. Ты всегда пребываешь в медитации. Кланяюсь тебе, кто дает ответы на все вопросы. Кланяюсь тому, кто ясно учит. Твоя мудрость не знает преград. В том, чему следует обучать, словам и смыслу, и как обучать, речами и мудростью. Появившись среди нас, ты видишь наши поступки. Кланяюсь тому, кто ясно учит существ на их родных языках. Тому, что было. Тому, что будет. И суть освобождения. Всякий, кто видит тебя, понимает, ты просветленный. Кланяюсь тому, один лишь облик, которого вызывает благоговейный трепет. Кланяюсь тому, кто обладает властью над рождением, жизнью, отречением, над воплощениями, превращениями, над самадхи и изначальной мудростью. Кланяюсь тому, кто покорил мар, что вводит в заблуждение существ. Касательно методов, прибежащих чистых деяний и освобождения пути Махаяна. Кланяюсь тому, кто, явив благо для себя и других, благодаря изначальной мудрости, отречению, освобождению и преодолению препятствий, непобедим тиртхеками. Ты вне предписаний, но лишен пренебрежения. В собраниях ты учишь непринужденно. Ты очистил твои виды омрачения. Кланяюсь тому, кто собирает общины. Тот, кто знает все. В движении и покое ты всегда остаешься всеведущим. Кланяюсь тому, кто владеет истинным смыслом. Твои деяния на благо существ всегда своевременны. Твое свершение всегда значимо. Кланяюсь тому, кто памятует обо всем. Ты наблюдаешь за всеми мирами, постоянно, днем и ночью. Ты облюдаешь великим состраданием. Кланяюсь тому, кто желает принести всем благо. Кланяюсь тому, кто в поведении, реализации, мудрости и деяниях превосходит всех шравоков и протек обуд. Ты обрел всеохватывающее великое пробуждение Трикаи. Кланяюсь тому, кто всегда рассеивает все сомнения существ. Кланяюсь тому, кто свободен от скупости, недобродетели, омрачений и лености. Тому, кто никогда не колеблется. Кто свободен от построения, относительно природы явлений. Поклоны старождениям, страница 66. Кланяюсь перед Шакхемунием. Кланяюсь поднявшему тело тигрицы, царям Шиби и Касалы, двум купцам Зайца. Аскету Аджаси, жертвователю плоти Майтрибали, Вишвантари, царю подающего милостыню, богам Индри и Брахме, Онмадаянти, капитану Саппараги, Рыбе, перепелу богу Индри с кувшином вина, сына богача, аскету, купцу, брахмаю Курдободхи, царю Гусей Дритараштри, аскету Махабодхи, обезьяне, оленю Шарапхи, оленю Рору, царю обезьян, аскету Кшентивандину, богу Измера Брахма, слону, этим десяти, сутасоми, аскету в железном доме, бойволу Дятлу, сострадательному льву, капитану Суварни, кунди, царю Золотой Свет, благочестивый Мацаю, пхикшу Кирти, этим десяти, домовладельцу, царю Светлампады, зайцу, царю Санджиня Паяти, двум мальчикам, царю Стхирадати, Бадхисатви Сукхадати, аскету Приятный Луч, Падме, Лакананди, этим десяти, царю Брахмадати, принцу Искателя Дарма, Джняновати, Джалавахани, принцу Адаршамокхи, мудрецу Гошаливарти, Кумари, Нагараджа, водяная птица, мудрецу Вишваджняни, этим десяти, двум сострадателям Шишукарми, богам Индри и Брахми, танцовщица, царю Манхатри, Нагараджу, льву, мальчику Мекхи, этим десяти, царю Прабхавати, Брахми, игроку Пешали, слону, мудрецу Удаину, царю Тханики, Брахми, царям Амбару и Шиесене, этим десяти, принцу Махасатве, царю Чандрапрабхи, царям Шиби и Аранеми, Садапари Бхути, царю Львов, капитану, принцу Судхани, блаженному Богу, принцу Пуниябали, мудрецу Супрабхи, китумати, шьяммаки, Брахми Сурьямали, мудрецу Тунтуби, царю Неми, Бхикшуудпали и двум Батхисатвам, этим десяти, кланяюсь тебе Будда, тому, кто довел до совершенства достоинства двенадцати деяний, покинул Тушитту, вошел в очрево, родился, освоил искусство, наслаждался мирским, отрекся от мирского, предавался Аскезе, пришел под Трево Ботхи, покорил Мару, достиг пробуждения, повернул колесо Дармы и ушел в Нирвану. Пусть и я, подобно тебе, обрету совершенные достоинства эти деяния, чтобы принести благо другу Гиму. Восхваление двенадцати деяний, страница 69 Искусный в методах, ведомый состраданием, ты родился в роду Шакев, ты покорил Мару, которого другие одолеть не смогли, твое тело лучезарно и подобно золотой горе Меру. Кланяюсь тебе, о царь Шакев. Ты был тем, кто сначала зародил Ботхичитту, Затем собрал два накопления, заслуги и мудрости. Сколь обширны твои деяния! Я восхваляю тебя, защитник скитальцев! Ты приносил благо Богам. Затем, видя, что пришло время укротить людей, ты снизошел из небесной обители в обличии слона. Взглянув народ Махамайи, ты вошел в ее чрево. Я кланяюсь этому деянию. Когда через 10 месяцев ты, сын Шакев, родился в счастливом месте, в роще Лумбини, Брахма и Индра склонились пред тобой, чьи превосходные признаки указывали народ пробужденных. Я кланяюсь этому деянию. Всесильный юноша, лев среди людей, ты показал свое мастерство в Ангамагадхе. Ты усмирил высокомерных. Нет равных тебе. Я кланяюсь этому деянию. Чтобы вершить дела в соответствии с укладом мира и не вызывать порицания, ты взял себе жены цариц. сведущий в методах. Ты правил царством умело. Я кланяюсь этому деянию. Увидев, что самсара лишена смысла, ты покинул свой дом и ушел в никуда. Уступы безупречной чистоты ты сам принял монашество. Я кланяюсь этому деянию. Стремясь обрести пробуждение посредством усилий, ты шесть лет практиковал аскезу на берегах Найранджаны. Доведя усердие до совершенства, ты достиг высшей тхьяны. Я кланяюсь этому деянию. Чтобы обрести цель, к которой ты стремился с незапамятных времен, в Магадхе, под деревом Бодхи, ты, сидя неподвижно, пробудился, достигнув совершенного просветления. Я кланяюсь этому деянию. Вскоре ты с состраданием подумал о скитальцах. И в Варанасе, и в других великих местах. Ты повернул колесо учения, приведя своих учеников на путь трех колесниц. Я кланяюсь этому деянию. Чтобы победить прикословие других, в землях Варанасе, ты подчинил демонов, шестерых учителей цирдхиков, Девадатту и иных. О мудрец, ты одержал победу в сражении. Я кланяюсь этому деянию. Нет достоинств подобных Твоим во всех трех мирах. В шравости ты явил великие чудеса. Боги и люди поднесли тебе дары. Ты распространил учения. Я кланяюсь этому деянию. Чтобы побудить к практике дармы, одержанных ленью, на чистой земле Кушанадара, ты покинул бессмертное тело, подобное ваджре, и ушел в нирвану. Я кланяюсь этому деянию. Хотя в действительности смерти нет, чтобы в будущем существа накапливали заслуги. В том самом месте ты оставил множество реликвий. Восемь частей своих останков. Я кланяюсь этому деянию. В отношении издарания святощих трех драгоценностей. Страница 73. Все цветы. Балдахины из цветов. Сияющие букеты цветов. Невиданные цветы. Устлафы ими. Все вокруг. Я подношу победоносным, великим существам. Все ароматы фемиама. Сияющие облака фемиама. Воскурение фемиама, наполнив ими все вокруг. Я подношу победоносным, я подношу победоносным, великим существам. все благовония. Ароматы благовоний. Сияющие облака благовоний. Невообразимые благовония, наполнив ими все вокруг. я подношу победоносным, я подношу победоносным, великим существам. я подношу победоносным, я подношу победоносным, великим существам. Все гирлянды, заново си из гирлянд. Сияющие нити гирлянд. Несметные гирлянды, завесив ими все вокруг. Я подношу победоносным, великим существам. Всю ароматную пудру, горы ароматной пудры, сияющую ароматную пудру. Невообразимую ароматную пудру, усыпав ею все вокруг. Я подношу победоносным, великим существам. Все ткани, занавесы из тканей, сияющие сувои ткани. Несравненные ткани, устлав ими все вокруг. Я подношу победоносным, великим существам. все зонты, навесы из зонтов. Сияющие балдахины из зонтов. Неисчислимые зонты, накрыв ими все вокруг. Я подношу победоносным, великим существам. Все драгоценности, купола из драгоценностей, сияющие горы драгоценностей, несметные драгоценностей, несметные драгоценности, усеяв ими все вокруг. Я подношу победоносным, великим существам. Все лотосы, балдахины из лотосов, сияющие букеты лотосов, прекраснейшие лотосы, заполнив ими все вокруг. Я подношу победоносным, великим существам. Все украшения, балдахины из украшений, сияющие нити украшений, невиданное украшение, усеяв ими все вокруг. Я подношу победоносным, великим существам. Величайшими победными знаменами, излучающими лучи света, множеством знамен всех видов и цветов. Белыми, желтыми, красными и синими. Я украшаю земли победоносных. Зонты, украшенные драгоценностями, лентами, флагами и нитями колокольчиков, что звоном славят речи победоносных, я возношу над головами татагат. В своих ладонях я подношу несметные дары. Также, как я бы поднес их одному будде, я подношу их всем без исключения буддам. Таковы чудесные проявления самадхи победоносных. Подношение из пути подхисаттвы, страница 76. Буддам татагатам, священной дарме безупречной и редчайшей, и сыновьям Будд, океанам достоинств, я делаю совершенное подношение. Я подношу каждый плод и цветок, все целебные травы и все драгоценности мира, все освежающие чистые воды, горы высеченные из драгоценных камней, все уединенные, чарующие лесные рощи, райские деревья, и деревья усыпанные цветами, деревья, спонившие ветви под тяжестью плодов, ароматы божественных обителей и других миров, благовония, деревья, исполняющие желания, деревья из драгоценностей, урожаи, что родятся без возделывания земли, и все великолепные вещи, достойные стать подношениями, озера и пруды, украшенные лотосами, и прекрасными сладкоголосами и лебедями, и все, что не принадлежит никому, и простирается до краев безграничного пространства. Представив все это, я подношу всемогущему мудрецу, величайшему из существ, и его сыновьям, высочайшие получатели, сострадательные владыки. С любовью подумайте обо мне и примите эти подношения, ибо лишенный заслуг я очень беден и иных даров не имею. Защитники, заботящиеся о благе других, мы ущественные, прошу, примите их ради меня. Обыдоносные и сыновья Бодхисаттва, я подношу вам все свои тела во всех своих жизнях. О, великие и бесстрашные, примите меня всего без остатка. Исполнены преданности, я готов стать вашим слугой. Ведь если вы примите меня, то я, не страшясь самсары, буду помогать существам. Я разложу перед всемогущими мудрецами свои превосходные подношения, прекрасные цветы, лотосы, совершенные мандаравы, утпалы и другие соцветия тончайших ароматов, сплетенные в изящные гирлянды. Я поднесу клубящиеся облака благовоний, окутавшие все вокруг немысливыми ароматами, всевозможные яства и напитки, все угощения достойные богов. Я поднесу драгоценные лампады на золотых лотосах, ковер из превосходных цветов, устлавший окропленную благовониями землю, тем, чья природа сострадания. Я поднесу огромные дворцы, в которых звучат прекрасные восхваления. Все это украшу жемчугом, превосходными литыми самоцветами, сияющими драгоценностями, что заполняют все бескрайнее пространство. Прекрасные зонты с золотыми рукоятками, украшенные по краям каймой из драгоценных камней, прямые и правильной формы, приятные взору, я подношу всем бутам. Пусть множество других подношений и облаков невероятно красивых мелодий, что успокаивают страдания живых существ, появятся и никогда не исчезут. Пусть льются нескончаемые дожди из цветов и украшений и на драгоценности священной дармы изображения и все опоры для подношений, подобно тому, как Манжуши и другие совершали подношения победоносным, так и я подношу дары датхагатам-защитникам и их сыновьям-бодхисаттвам. Страница 250. Посваление. Прекрасные украшения земли. Девчонки, 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 Девчонки. Девчонки, Девчонки. Девчонки, Девчонки. Посваление. Прекрасные украшения земли. Страница 250. Слав. Кштигарбхам, ты заботишься обо всех существах. Подобно земле, ты основа многих качеств. Подобно всеисполняющей драгоценности, ты воплощаешь надежды трех миров. Я кланяюсь и славлю тебя, Владыка Десятой ступени. Ведя существа от ступени к ступени, ты приводишь их к пробуждению. Ты приумножаешь плодородие земли, посевы и урожаи. Ты властелин этой земли, что наполнено множеством богатств. Я кланяюсь и славлю тебя. Ты подобен превосходному сосуду и исполняющему желание древу, облаку эпохи совершенства и озеру Амритты. Высла тебе приносит процветание. Я кланяюсь и славлю тебя воплощение сострадания. Ты один владеешь небесной сокровищницей, наивысшим из всех достоинств бесчисленных Будды Бодхисаттв. В облике Бодхисаттва ты вершишь деяния Будды в безграничных мирах. Я кланяюсь тебе. Твои безбележные качества словно лучи драгоценности, они навсегда прекращают всякое вырождение и упадок. Твое обширное деяние обладает деянием четырехкратного изобилия. Я кланяюсь и славлю тебя. Буду славить тебя, высшего и первейшего Бодхисаттву, говоря, что даже краткое воспоминание о тебе более действенное для исполнения желаний, чем почитание и молитвы к Манджу Гоши, Лакешвари, Саманта Бадре, Аджите и другим великим Бодхисаттвам, ученикам Будды в течение многих кальмах. Благодаря тому, что я восхваляю тебя неотделимого от Будды, прошу, дар и величие, которым я стремлюсь. Пусть все существа трех миров обретут веру. Пусть они будут хранимы тобой, властелин земли. Пусть умножество богатств земли, пусть все на земле исполнятся радости и, восходя поступлением, достигнут наивысшего в уме. Восхваление Шири Саманта Бадре с благопожеланиями в Тайнице 252 в Тайнице 252 Кланяюсь в Ладике Тайн всех Татагат великому Бодхисаттве Шири Саманта Бадре. Славный Владико всех Тайн, в одно мгновение ты познаешь все. Твой ум исполнен беспредельно изначальной мудрости. Я кланяюсь тебе великой Ваджи, что дарует высшее достижение. Твоя природа покой, твое проявление многообразия. Ты ведаешь все, но видишь его как ничто. Юный Бодхисаттва, ты старший из всех Будд. Сама Тавадра, я кланяюсь тебе несравненному. Относительно крайности прошлого ты вышел за пределы умопостроений. Относительно крайности будущего ты мать всех Бодхисаттв. Относительно крайности настоящего ты пробываешь во всех мерах пространства. Ты чудесен, твоя жизнь океан чудес. Пределы пространства совершенно бесконечные и пустые. Приделы Дармадату совершенно бесконечные и чистые. Миры живых существ бесконечны и совершенно иллюзорны. Твои деяния безграничны и совершенно непостижимы. Славный великий мудрец одержал победу над силами Мары и достиг чудесного просветления по деревам Буддхи. Когда собрались бесчисленные высветительные Буддхисаттвы, они услышали рассказ о твоей чудесной и непостижимой жизни. Но позже у меня возникли сомнения относительно тебя. И потому я чисто и сердечно должен восславить твое освобождение. Самопроявившийся герой, единственный соперник Мар, самый выдающийся из всех подхисат. В прошлом ты служил океану Буддхи в течение бесчисленного океана Кальпы. Ты совершаешь подношение океану Будд, что появляются в океане, простирающемся до самых границ миров. Влижатель тайны мудрецов, ты появляешься в присутствии всех Будд в безбежных океанах в десяти направлении. Но в действительности ты не приходишь и не уходишь. В своей мудрости ты равен всем Буддам, что появляются в прошлом, настоящем и будущем. А речь твоя не раздельна с благозвучными речами всякоподоносным. У тебя столько же воплощений, сколько и эманаций их кай. Хоть и говорится, что ты обучаешься находясь на пути, ты учишь собрание подхисат. Твое магическое проявление совершенно бесстрашно, оно прочнее, чем само пространство. Славное, драгоценное Ваджжа, превосходящее все сферы чувств. Все Будды трех времен в одно мгновение даруют тебе все посвящения великими лучами света. Ты в равной степени заботишься о мирах всех существ, посылая в них свои именации подобные эманациям Будд. Лишь благодаря силе твоего сострадания обычные люди не сходят с ума, пытаясь понять это. Мы боимся, что твои деяния разрушат пространство, если оно не сможет их вместить. Разве не пугающе это для шарок в платье Кабут и даже для могущественных героев. Эма, как прекрасно! В одно лишь мгновение и с каждой поры твоего тела излучаются, заполняя все пространство, бесчисленные облака цветов, благовоний, множество лопат, облухающей воды, язд, обладающих безупречным вкусом и музыкой. Бесконечные облака сияющих зонтов, балдахинов, одеяния, знамена самоцветов. Облака украшены ценнейшими драгоценностями, теарами, сверкающими гусами и ожерельями, мелодичные облака восхвалений, вобравшие океаном множество мелодий, а также танец чарующих богов и богинь. Подобно тому, как приносящий совершенную радость делу подношения одному Будде, ты подносишь все Буддам трех времен. Безграничные облака твоих всевозможных воплощений, так же, как и миры живых существ. В качестве владыки богов Брахма, мирного Хари, Кубера, защитника мира, солнца и луны, Махишвары, владыки Асар и Гарут, в качестве вселенского монарха и прекрасной девы, пленяющей всевозможными способами. Для некоторых ты проявляешься как Ямантака и как облака гневных существ, которых трудно лицезреть. Для некоторых как Шраваки, достигшие покоя Нирваны и практика Будды. Для других как различные владыки десяти ступеней, что вершат Деяния Десяти Парамид. Для кого-то как облака высших ломонаций, что проявляют двенадцать Деяний. Кроме того, в каждом мгновении твои проявления достигают предела в Дармадату. Ты обладаешь чудесной силой проявлять в каждой поре своего тела всех Будд трех времен вместе с их мирами и свитами. Одним лишь звуком ты учишь множество мелодий всех дарм, не упуская в них ни единого слова. В одном лишь самадхе ты входишь в созерцание, равное всему, что познаваемо. Хоть ты пребываешь без мыслей, в каждое мгновение ты ведаешь мысли всех существ о всех мирах. Все герои Бодхисаттвы, когда видят подобные устремления и освобождения, восклицают, то будет мое поведение совершенным. Их голос звучит во всех трех мирах. Каждое мгновение звук твоего имени полностью освобождает мир из живых существ, что до себя у зрелости в один миг, день, месяц, год и в одну кальпу или в сто лет, или в неисчислимые бесконечные кальпы, что числом превышают количество атомов в миллиарде вселенных. В одно лишь мгновение ты вершишь такие деяния, какие не вершат даже высшие нервы на кайпу и донос подобные стремления поважают столь сильное желание не может быть удовлетворено изумляет такая гневная активность усмиряющая мар ложных проводников и колдунов ты не затронут даже малейшими признаками концентального мышления пребывать так в великой иллюзорности это чудо я слышал как ты с гордостью говорил о том что твои деяния равнодеяния будут трех времен утверждать что ты освобождаешь подобным образом может быть мудростью которая называется так же как и омрачение истинную природу которых она узнает зовутся владыками тайн собиратель ваджаяны безупречный ваджачантра ухо всех победоносных владыка речи ваджа дарма ухо всех победоносных саманта бадра тот кто неотделим от всех аспектов шести типов ума эти и другие определения твоего имени более многочисленны чем имена живых существ всемогущий мудрец много говорил о том как ты достиг освобождения но все эти слова отражают лишь малую часть твоих устремлений бесконечно словно атомы ома о баклисатва сама адабадра хотя ты долгое время учил их в океанах кальп прошлого скитальцы так и не следуют за тобой их омрачения все еще сильны хотя все будды славили тебя мы существа что не произнесли и слова хвалы тебе совершенно запутались если манжурши авалакита и другие следуют например на пути к освобождению что же происходит с существами трех миров которые не следуют за тобой даже мгновение шакьямуни сказал первейший из бодхисатвы зовется самантабхадры его мудрость не имеет равных в своем сорадовании что пробуждено этими словами я подношу тебе облака дорог что заполняют все миры я также подношу тебе свое тело и все свое имущество с огромным сожалением я признаюсь перед тобой во всех своих прошлых задеяниях в неблагих действиях и всех проступках кармических омрачениях да не повторю я их никогда впредь я молю всех будд что пребывают в океанах всех направлений и времен вращать океаноподобное колесо дарма чтобы рассеять тьму в умах существ я прошу на протяжении бесчисленных океанов кальпу оставайтесь не уходя в нирвану пусть практика щедрости нравственности терпения усердия медитации мудрости превосходных методов пожеланий силы и океана изначальной мудрости будет совершенной пусть я никогда не забываю подхичити пусть я всегда вижу океана будд всегда внимаю океану дарма и осизаю аромат океана нравственности пусть я вкушаю океан учений махаяна ощущаю прикосновение океана самадхи и обрету реализацию океана изначальной мудрости пусть я всегда очищаю океан миров радую океан бут рассеиваю страдания океана существ и всегда дарую им океан высшего блаженства пусть меня сопровождают океан бадхисат пусть я буду держателем методов океана высших колесниц совершенно очищу океан и смогу совершить океан подобных волшебных иллюзий и подвигов о всех рождениях океане жизни пусть океан существ всецело освободится из океана несвободных состояний и обретет качество океана свободы возможностей пусть я никогда не разлучаюсь с бутхисаттвой аджитой савалакитешваль защитником манджугоши и с тобой саман табхатарам пусть я всегда вершу деяния равные твоим благодаря моей молитве исполненной преданности к тебе и благодаря всему благому что содержится в этих благопожеланиях пусть я приведу на путь освобождения существ что не были освобождены буддами прошлого пусть все существа что зародили неблагие мысли ненависти или привязанности по отношению ко мне а также все кто видит слышит касается меня или думает обо мне быстро достигнут состояния пусть мои пожелания полностью исполнятся расколение шести украшений и двух величайших страница 265 безмерно глубокий океан твоих двух накоплений он наполнен драгоценностями твоих чистых достоинств твои чудесные деяния сияют в десяти направлениях я склоняюсь в стопах следующего шахимуни ты пребываешь в океане беспредельной глубины миллионы птиц тех кто придерживается иных взглядов не способны затмить свет твоих воззрений я склоняюсь стопам нагарджана высшего арии ты больше не родишься из чрева ты в совершенстве родил всеми сутрами и тантрами в дебатах ты победил тиртхиков я склоняюсь стопам ария-дэва ты слышал все эти слова от самого будды ты распространял дарму подобно самому будди я склоняюсь стопам ария-санги приняв вид простого человека ты обрел способность удерживать в памяти 9 миллионов 900 тысяч слов будды я склоняюсь стопам самого ученого васабангу обладая необычайным красноречием одним лишь словом ты заставил землю содрогнуться шесть раз разрушив уверенность противника я склоняюсь стопам дигнаги свет твоей победы во всех направлениях запомнил джамбудвипу отчего расцвел белый лотос твоей славы я склоняюсь стопам дармакирти над золотой дарой благой традицией взошло солнце дисциплины шакхимуни и расцвел лотос высад тех кто носит шафрановые одежды я склоняюсь стопам гунапрабхи на небосводе слов будды взошла луна мудрости и раскрыла ночные лилии улыбок учеников я склоняюсь стопам шакхи прабхи пусть в каждом рождении я становлюсь прекрасным украшением буддадарма пусть стану я первым среди тех кто владел всеми достоинствами обучения известные как украшения что освещают мир великие возничия нагаржана и осанга более многократно предсказаны будды объединение их линий известна как каги линия защитников всех существ я неустанно простираюсь перед вами телом речью и умом да обрету я ваше правительство во всех жизнях с утра трех разделов страница 81 назовите свое имя принимаю прибежище в будди я принимаю прибежище в дарме я принимаю прибежище в санге я кланяю статагати архату совершенному будди славному победителю я кланяю я кланяю статагати подчиняющему сущности в аджи я кланяю статагати дарующему победу я regulation я кланяю статагати ясно видящему благодаря нас вождению чистым сиянием над Я кланю статагати ясновидящему, благодаря наслаждению лотосовым сиянием. Я кланю статагати славному богатству. Я кланю статагати славному пометованию. Я кланю статагати известному славному имени. Я кланю статагати царю острия победного знамени могущественных. Я кланю статагати славному, полностью подчинившему. Я кланю статагати великому, победившему в сражении. Я кланю Статагате, полностью подчинившему и вышедшему за пределы. Я кланю Статагате, славному всяозаряющему войску. Я кланю Статагате, драгоценному побеждающему лотосу. Я кланю Статагате Архату, совершенному будди, повелителю царицы гор, выседающему на драгоценном лотосе. Вас и всех Татагат, Архатов, совершенных будд, пребывающих в мирах десяти направлений, всех вас, прагованных будд, молю, подумайте обо мне. Я признаюсь во всех проступках, что я совершал в этой жизни и во всех других рождениях в Самсаре с безначальных времен. В проступках мною совершенных, а также в тех, которым я подстрекал или которым сорадовался, включая воровство, поднесенного ступом, воровство, поднесенного санки или санков в четырех сторонах света, подстрекание к подобному воровству или сорадование ему, совершение пяти чекчайших проступков, подстрекание к этим проступкам или сорадование им, а также вступление на путь полного принятия десяти неблагих деяний, подстрекание к подобному вступлению или сорадование ему, А также любые омраченные деяния, которые ведут к рождению в аду, к рождению животным, к рождению в мире голодных духов, к рождению в отдаленных землях, к рождению варварам, к рождению в мире богов, к рождению с неполноценными органами чувств, к рождению сложными взглядами, к рождению в месте, куда не придет Будда. Присутствие Бхагавана Будды, выдающих изначальной мудростью и ясновидением, свидетелей безупречных и мудрох, я признаю все омраченные деяния. Я показываю их, я сознаюсь в них, я не скрываю их, я обещаю не совершать их впредь. Присутствие Бхагаваны Будды, молю, подумайте обо мне. Я советуюсь всем корням добродетелей, что я накопил, включая те, что я накопил в этой жизни, те, что я накопил в других жизнях и те, что были накоплены мною во всех рождениях в самсаре с безначальных времен, включая все проявления щедрости и даже подношение горсти еды к существу, рожденному животным. Все корни добродетелей, происходящие из соблюдения нравственной дисциплины, все корни добродетелей, происходящие из соблюдения брахмачарьи, все корни добродетелей, происходящие из приведения к созреванию существ, все корни добродетелей, происходящие из бодхичитты, все корни добродетелей, происходящие из изначальной мудрости, собрав все эти корни добродетелей воедино, я всецело посвящаю их несравненной высшей цели, непревзойденному совершенному пробуждению. Я всецело посвящаю их, подобно тому, как все Пхагаваны Будды прошлого посвящали, как все Пхагаваны Будды будущего будут посвящать их, и как все Пхагаваны Будды настоящего посвящают их. Я раскаиваюсь во всех невлагих деяниях, я сорадуюсь всем заслугам, я молюсь всем Будду, да обрету я несравненную, высшую, изначальную мудрость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сложив в ладони, я принимаю прибежища во всех Будду, величайших из людей, пребывающих в настоящем, тех, что были в прошлом, и тех, кому еще предстоит прийти, во всех тех числовное достоинство бескрайнее, как океан. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отванца Будду и прошу Омойте меня потоком своего сострадания Я раскаиваюсь во всех злодеяний Что совершил в прошлом И, что совершаю Я осознаюсь во всех них Я обещаю впредь не совершать Содеянные злодеяний Я не скрываю ничего Из того, что совершил В трех В четырех неблагих деяниях тела, в четырех деяниях речи и в трех деяниях ума я раскаиваюсь во всех дни. С отдельным телом, произнесенным речью и сотворенным умом. В этих десяти поступках я раскаиваюсь. Отбросив десять неблагих деяний, я буду полагаться на десять добродетелей. Я пойду по десяти ступеням и обрету десять сил. Пристав перед Буддами, я раскаиваюсь в теплогих деяний, что десут дежеланный плод. Я радуюсь всем заслугам победоносных и их сыновей и братьев Аббуд, тех, кто на пути и тех, кто за пределами обучения, заслугам всех существ в десяти направлениях. Я все радуюсь всем благим поступкам, совершенным в любом существе, в Жабудвипе или в других местах. Я прошу всех защитников, что достигли пробуждения и обрели беспристрастность. Светочие мирова в десяти направлениях. Повернуть непревзойденное колесо учения. Сложив ладони, я молю всех тех, кто желает проявить нирвану, пребывать на протяжении бесчисленных хаката макальба, чтобы помогать нести счастье всем скитальцам. Посвящение заслуг и посвящение победного знамени Ваджира, страница 98. Страница 98. Верша деяния Бодхисаттвы, когда я вижу всевозможные формы, красивые или некрасивые, а также когда я воспринимаю звуки, запахи, вкус соприкосновений, явления, будь то приятные, неприятные или нейтральные, когда я испытываю великое сияющее блаженство, когда по мне рождается радость, когда я достигаю счастья, когда зарождаю веру, когда я испытываю наслаждение или высшее наслаждение, когда я доволен или преодолеваю несчастье. Все благое, что рождается в моем уме, когда мой ум становится управляемым, мышление гибким, или когда все мои органы чувства удовлетворены, я полностью посвящаюсь все это Буддам. Благодаря этому совершенному посвящению все вагаваны Будды обладают непоспешимым блаженством пробуждения о превосходящем все это. Пусть они пребудут в несравненном блаженстве с самадхи Будд. Пусть они утвердят свое безграничное блаженство, Будд. Пусть они обладают неизмеримым блаженством освобождения, Будд. Пусть они пребудут в безграничном блаженстве чудес, Будд. Пусть они полностью пребудут в непостижимом, беспристрастном блаженстве Пробуждения. Пусть они беспрестанно вкушают с трудом обретаемое высшее блаженство Будд. Пусть они будут счастливы, исполнившись неизмеримого блаженства сил Будд. Пусть они будут счастливы благодаря неизменному, нерожденному блаженству успокоения всех чувств. Пусть они будут счастливы, пребывая за пределами волнения. Благодаря полному отсутствию двойственности в своей непрерывной медитации, беспристрастном блаженстве Татагад, посвятив корни добродетели Татагадам, я также полностью посвящаю всем Батхисад вам. Я всецельно посвящаю их ради того, чтобы их неисполненные замыслы исполнились, чтобы все недостаточно чистые стремления к достижению Всеведения полностью очистились, чтобы те, кто не владел совершенствами, полностью имел владение, чтобы доспехи и хвачероподобные бодхичиты были неизвимы вплоть до обретения Всеведения, чтобы их великие пожелания, порождающие корни добродетели, вратак пробуждений, в равной степени относящиеся ко всем существам, полностью исполнились, чтобы они прошли все ступени Батхисадв, чтобы они обрели особое качество ясновидения Батхисадв, и чтобы все корни добродетели Батхисадв вели Всеведение. После того, как я таким образом полностью посвящаю корни добродетели Батхисадва, я всецело посвящаюсь тем, кто практикует дарму, всем шрабокам и практикам Буддам. Всекой добродетели всех существ услышали слово Будда или слово Дарма, хотя бы в течение времени, равного щелчку пальцев, или служили благородные санги в течение этого времени. Я полностью посвящаю непреизойденному истинному и совершенному пробуждению. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы эти существа обрели совершенное памятование Будды. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы эти существа притворяли в жизнь памятование дармы. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они оказывали почтение благородной сангле. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они всегда видели Буд Я полностью посвящаю их ради того, чтобы их умы совершенно очистились Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они постигли качество Буд Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они были безмерные качества Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они обрели добродетель всех видов ясновидения. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы устранить их сомнения в дарме. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы устранить их сомнения в дарме. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они прекратили срождение в мире животных. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы обитель ямы навсегда опустела. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы прекратили срождение во всех без исключения низших мирах. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы все существа зародили стремление к непревзойденному пробуждению. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы все существа исполнились высоких помыслов Всеведущего. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы существа никогда не трекались от дарма. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они обрели высшее блаженство Всеведения. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы все существа совершенно очистились. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они постигли безграничную изначальную мудрость. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они зародили стремление пройти ступени на пути Батхиста, обрести все ведение Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они желали блага и счастья для всех существ Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они стремились заботиться обо всех скитальцев Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они всегда проявляли усердие в обречении корней добродетели Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они преодолели суетность и беспечность. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они очистились от обращения. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они стремились следовать примеру Бодхисаттв. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они не уставали, следуя по пути к всевидению. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они прилагались на изначальную мудрость. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они радовались, пребывая в обществе мудрецов. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они, подобно пчелам, не дымимо накапливали корни добродетелей, чтобы защищать всю честь. Я полностью посвящаю их ради того, чтобы они не цеплялись за все непостоянное. Свою одежду, еду, лекарства, имущества, прибытие и лехов, служение с помощью тела, а также такие действия, как сидение, вхождение, пребывание, невозмутимое поведение. Такие действия тела речи умао, смиренность, шесть органов чувств, одевание, массаж, вивание тела, вкушение, пережевание, ощущение вкусу пищи, сгибание, расправление тела, смотрение, всматривание, засыпание, бодрствование и все виды служения, на которые способны мое тело, нет абсолютно ничего, чего бы я не посвятил обретению всевидения. Я полностью посвящаю недояния даже горсти риса, домашнему скоту или другим существам, родившимся животными, ради их блага, освобождения. Я полностью посвящаю это ради того, чтобы освободить этих существ от рождения в мире животных, освободить их из океана страданий, от условий страдания, скан страдания, от ощущений страданий, от накопления страданий, от появления страданий, от основы страданий, от корня страданий, от мест страданий. Точно так же я желаю этого для всех существ Я совершаю это ради всех существ Я думаю обо всех существах Всеценно посвятив все корни добродетели всеведению Я обеспечил то, что они приведут к нему Зародив Бодхичитту, я буду усердствовать достижение пробуждения Я использую для этого все корни добродетели Я отвернусь от страдания самсары Я достигну неомраченного блаженства пробуждения Я вырву существа из океана самсары Я распространю на всех существ любовь, исполненную, всех качеств Будд Посвящение Сутры Золотого Света, страница 106, страница 106 Посвящение Великого Барабана Сутры Золотого Света Успокоит страдания низших рождений Страдания в обители ямы Страдания нищеты в трех сферах миллиардов миров Посвящение этого Великого Барабана Успокоит все бедствия мира Пусть подобно бесстрашному Шакьямуне, преодолевшему страх, все существа обретут бесстрашие Пусть подобно всеведущему Шакьямуне, обладающему всеми достоинствами Арии Все существа останутся океанами достоинств, выбравшими достоинства Самадхи и Ветвей Пробуждения Пусть благодаря звучанию Великого Барабана Все существа обретут мелодичный голос Брахмы Пусть они достигнут величайшего пробуждения Буд Пусть они повернут добродетельное колесо Дармы Пусть они пребудут в течение несметных калиб Пусть учат Дарме, неся пользу скитальцам Пусть одолеют клейши и рассеют страдания Пусть усмирят желания, гнев и неведения Пусть те существа, что населяют низшие миры Четела сгорают до самых костей Услышат звук этого Великого Барабана И произнесенные кем-то я кланю с Буддью Пусть все существа помнят сотни тысяч, миллионы своих рождений Пусть они всегда померят о Шакьямуне Пусть они услышат его необъятные учения Пусть благодаря озвучанию этого Великого Барабана Существа всегда пребывают в окружении Будд Пусть они отвернутся от неблагих деяний Пусть свершат только добродетель Пусть прекратятся страдания всех существ в всех мирах Пусть коллеги с ущербными органами чувств Сегодня же обретут полноценные способности Пусть все, кем овладели слабость, недуги и немощь И все существа десяти сторон, лишившиеся прибежища Быстро избавятся от болезней Пусть обретут силу и здоровые органы чувств Пусть те, кому грозит смерть от рук царей, разбойников или врагов Кто пустошен сотнями страданий Все доведенные до отчаяния существа Освободятся от сотен невыносимых опасностей, что угрожают им Пусть тот, кто избивает за комом в камдалы Страдает от безысходности Спит с толку тысячами клеш Никто испытывает невыносимые страхи и несчастья Освободится от таков Пусть избиваемый избегнет ударов Пусть убитый вернется к жизни Пусть отчаявшийся обретет бесстрашие Пусть все существа, мучимые голодом и жаждой Обретут пищу и питье Пусть слепые увидят форму Пусть глухие услышат прекрасные звуки Пусть все существа будут счастливы Обогатятся имуществом, зерном и всем, что ценно Пусть ни одно существо не ощутит боль и страдания Пусть все существа обретут приятный вид Прекрасную форму Красоту и благонравность Пусть они всегда обладают всеми источниками счастья Пусть они обретут пищу и питье, богатство и заслуги, едва лишь подумав о них Пусть они обретут глины и ручные барабанщики Людни, ситары, родники, озера, пруды и заводи Золотые лотосы и утпалы Еду, питье, одежда, богатство, жемчуг, драгоценности Украшения, самоцветы, золото и вайдурию Пусть они обретут все это, лишь только пожелав Пусть не раздаются звуки страданий ни в одном из миров Пусть ни одно существо сгонит на другое с неприязнью Пусть все существа будут сильными Пусть своим светом озаряют друг друга Пусть и совершенство мира людей возникает, едва о них вспомнят Пусть их желания, едва возникнув, исполняются Пусть плоды заслуг полностью созреют Пусть благовония, гирлянды, умощения Ткани, ароматные пудры и цветы Беспрежимно сыпятся с деревьев Пусть существа собирают их и радуются Пусть во всех десяти сторонах совершаются Подношения к бесчисленным татагатам Матхисаттвам, Шравакам И безупречно-численной дарме Пусть все существа избега низших рождений Пусть они выйдут из-за предела восьми несвободных состояний Пусть обретут высшую царственную свободу Пусть они всегда пребудут в окружении буд Пусть они всегда рождаются в благородных семьях Пусть обретут богатство обильное урожае Пусть на протяжении кальпах украшают слава, известность, прекрасная форма и цвет Пусть все женщины навеки станут могущественными Пусть они будут храбрыми, сильными, мудрыми, рассудительными Пусть все существа совершают деяния ради достижения пробуждений Пусть они практикуют шесть парамид Пусть во всех десяти направлениях мы увидим Буд Воседающих на тронах из Вайдури Под кронами драгоценных деревьев Пусть мы услышим их учения дармы Пусть благодаря заслуге, что я накопил с помощью тела речи Йома И этим корням добродетеля Я достигла на из высшего пробуждения Пусть я пребуду на десяти ступенях Десяти высших источников драгоценного Восея благими качествами Буд И спрошу существ из океана Самсары Достоинства океанов Буд Глубокие и обширные Пусть благодаря всеведению Я в совершенстве обрету все эти непостижимые достоинства Буд С помощью сотен тысяч самадхи Непостижимой дарами способностей силы Битве и пробуждения Пусть я обрету десять величайших сил Освящение зародновали страница 113 Благодаря заслуге от этих деяний И всех, что я совершал и не совершал И все существа зародят неперезаденную в Бодхичидо Пусть все существа обладают чистыми и совершенными органами чувств Пусть выйдут за пределы несвободных рождений Пусть они обладают свободой поведения Пусть они обретут обильные средства к существованию Пусть все существа имеют драгоценности и безграничные богатства Пока не иссякнут они по конкретности самсара Пусть все женщины навсегда обретут могущество Пусть все существа обретут осознанность и владеют методами Пусть все существа обладают прекрасной формой, великолепием, приятным обликом, здоровьем, силой долголетия Пусть станут они в следующих методах, освободятся от страданий Посвятят себя трём драгоценностям и обретут великое богатство Будда Дармы Пусть они украсятся любовью, состраданием, радостью, равностностью, свободой от поморочения С щедростью, нравственностью, терпением, осердием, медитацией и мудростью Пусть они полностью соберут накопление, проявляют признаки и знаки И непрерывно восходят по десяти непостижимым ступеням Пусть также я буду украшен всеми этими достоинствами и всеми другими Пусть я освобожусь от всех недостатков и проявлю любовь ко всем существам Пусть я исполню все надежды и желания всех существ Пусть я всегда рассеиваю страдания всех существ Пусть я существовал во всех мирах, что исполнены страха Обретут бесстрашие, лишь услышав моё имя Пусть все, кто увидит меня, подумают обо мне Или даже просто услышат моё имя Обретут ясность, спокойствие и здравомыслие Пусть их совершенное пробуждение станет несомненным Пусть во всех прирождениях они обретают пять видов ясновения Пусть во все времена любыми способами они сутблагое счастье всем существам Пусть и существа во всех мирах склонны к вершине благие деяния Раз и навсегда откажутся от причинения вреда другим Как земля, вода, огонь и воздух, как легарство деревьев в лесах Пусть я всегда буду в распоряжении всех существ в соответствии с их желаниями Пусть я заботюсь о существах, как о собственной жизни Пусть я заботюсь о них сильнее, чем о себе Пусть плоды их неблагие деяния созреют во мне Пусть плоды мои добродетели созреют в них До тех пор, пока где-либо остаются в существовании вредше освобождение Мне тоже достигну непризойденного пробуждения Я остаюсь в самсаре Перерыв почта Перерыв герой Что-то расстроение Перерыв почта Перерыв почта Перерыв почта Пусть плоды Существу Перерыв почта Перерыв почта Спасибо.